Доброго времени суток! Сегодня мы ожидаем нечто не меньшее. Планку нужно повышать, я считаю. И давайте будем смотреть на самые лучшие стратегии филиппинской доты, которые сегодня мы и будем зазреть на протяжении всего игрового дня. Первый же драфт, первая карта, первого Best of 3, все везде. Единички у нас такие, это пак. Вообще Best of 3 второе. Best of 3 второе. Сегодня у нас Call the Teal немножечко нам помогал. Что ты, Call the Teal? Размяли, размяли. И сейчас вот начинается самая жара. Да, конечно же. Посмотрим, как будут тебе показывать эти оба коллектива. Конечно же, Pacific Blue против IMFPA. И уже начинают с самых интересных. Пак первым пиком. Это немного странно. Да, открывают они сразу же скоро в свой непосредственно драфт. И, честно сказать, привыкли мы, возможно, видеть какие-то корки персонажей. Но именно, чтобы забирали пака, это должна быть сигнатурка в любом случае. Так что, я думаю, здесь сейчас будут крайне опасные моменты. Вчера, ровно таким же образом, пак выказывал очень странные действия. И порой эти действия приводили к тому, что просто пять человек бегали за паком. И трон падал. Медленно верно. Поэтому здесь нужно быть внимательным, мочим команды АМ. И не попадаться на эту уточку. Клакверк и Лина. Тут все, по крайней мере, уже интереснее и понятнее. Вопрос лишь в том, что сейчас уходит как-то эта стратегия с клакверком и сэфом. Лина все-таки пойдет в мид-линию, скорее всего. Ну и что же у нас по банам? В бан у нас отправятся Night Stalker, Assassin, Bristol Back и Void от команды Pacific. И, соответственно, Виномансер, Сэнд Кинг, Дроу Рейнджер и Вивер, забавленные Янгами. Да, одни из любимейших героев текущих коллективов. Это Виномансер, это Вивер. Войда, на удивление, мы не видели пока что. Вот Night Stalker, это тоже достаточно опасный товарищ. И решили от них избавиться, чтобы с ними не встречаться. Мне вот нравятся игры с Night Stalker, потому что они всегда агрессивные. С ранних минут, а в четвертую минуту, первая ночь, и все, уже полетели делать какого-либо рода фраги. А вот тут появляется интересный герой, Queen of Pain. И это, в принципе, вчерашняя стратегия. Queen of Pain в мид и пак на хард-линии. И магический прокаст на миллион долларов. Точнее, на 500 тысяч, но это другая страсть. Ну, побыстрее собрать какого-либо рода в Дискорде, естественно, и с ними уже веселиться на 100%. При этом, нужно отметить, что сами забрали Рубика, и какой-то ауры защиты от магического дэмэджа не будет. Разве что покупать Пайпа. Ну, в принципе, на 20% спасивки им хватит. Так что, я думаю, переживут подобное нападение. А вот Legion Commander с Брендаггером уже является большой угрозой для таких парней. Если она успеет выдаст дуэль по Queen of Pain, либо по паку, тут уже пиши пропало, и нужно будет как-то выручать союзникам. Ну, вы уничтожаете сразу же мобильность, скажем так, драфта противника. Основная задача будет, естественно, чтобы пак вырывался на каких-то блинках, уходил на арбах после шифта. Queen of Pain, которая постоянно как-то мобильно носится по файту и нападает с разных непонятных сторон для вас. Здесь же Легионочка должна будет цеплять именно этих двух персонажей. Все верно. И после этого, ну, возможно, начнет, конечно же, с Рубика как-нибудь, и появляется Тускар. Ну, вот можно теперь начинать с Тускара, собственно, который вообще всех завозит непосредственно в драку, и там уже каждый разбегается в нужную сторону. Главное не попасть под Станлины. Да, самое важное сейчас для Тускара не подводить свою команду таким образом, и желательно не вкатываться как-то еще в Клакверга, чтобы Кога просто сверху вас не поставили, и вы больше уже никуда не денетесь. Ну, там есть, конечно же, такой микростан, и, соответственно, с ним можно будет поиграться. Другое дело, что очень нужен сейчас герой, который будет в лейте разваливать физдэмэджем. Его пока нет. Ничего не сказать про Янгов. У них все прекрасно. Да, здесь Элина в свое время будет наносить очень много урона, даже с руки. Ну, и Legion Commander, естественно, если будут успешно дуэли себя показывать, то справиться с любым персонажем. Нет какого-то конкретно плотного танка такого, чтобы вот прям Pacific Blue смогли как-то противостоять натиску со стороны команды Young Minds. Тут, опять же, нужно понимать, что очень много контроля дополнительно, помимо Legion Commander, появляется у Young Minds. Да, Shadow Shaman тоже один из сильнейших саппортов, и про него периодически вспоминают. Та же сетка, по-моему, один из самых длительных контролей в доте. Так что здесь с этим шутки будут? С правильными талантами все, ты уже бесконечно будешь держать, образно говоря, в своей сетке. Это слишком жестко, но мы уже обсуждали этот вопрос. Да, классный талант, но как часто мы видим суппортов, которые доживают до 20-х уровней, чтобы получать таланты третьего этапа? Даже без талантов те 3 секунды, что он будет держать в сетке, потом еще словит Хекс. Вот уже и подоспеет, Лина просто проказ сделает, на забавном моффспиде добежит до необходимой точки, там ты уже не справишься. Ну что же, у нас остаются последние непосредственно пики перед стартом первой карты. Нужно сейчас раскрыть еще одного суппорта, держи только клакверк, у нас пойдет на четвертую позицию, и сейчас мы увидим еще одного оффлейнера. Некрофос. Где-то я это уже видел. Да, и по-моему, там было очень больно. И очень долго. И очень долго. Посмотрим, как получится у команды Юнг Майкс реализовать сейчас Некрофоса, насколько будет продуктивен он, опять-таки, если под контроль, после проказта Лины сразу можно вырубать одного персонажа. Да, и опять же, здесь герои у Pacific Blue, они славятся тем, что залетел пак, он получил много демеджа, допустим, там процентов 50 хп потерял, и он уходит на арбе. Но если есть Некрофос, ты никуда не уйдешь. То есть, очень велик шанс, что тебя ждет неминуемая смерть. То же самое и про Queen of Pain. Они славятся тем, что могут прийти, там раскоставаться, получить много демеджа и уйти. Восстанавливать хп там с ботлов где-нибудь из-за кустов. Здесь так не получится. Самый главный вопрос, есть ли Имморталка? Это да. Это да. Но вот если бы это был китайский регион, этот вопрос бы даже не стоял. Я думаю, что там, знаешь, дресс-код. Так, мы что пикаем, ребят? Давайте возьмем Некрофоса, у тебя есть на него Имморталка? Нет, мы не будем пикать Некрофоса. Мы не можем так просто упасть в глазах наших фанатов. Безусловно, но здесь хотелось бы увидеть эту самую золотую косу на Некрофоса. Ну и ласт пик для команды Pacific Blue остался импедия Core-герой. Очень-очень нужен. Да, и желательно с руки, чтобы он бил. Какой-нибудь Terrorblade. Спасибо. Следующую. Конечно, Terrorblade. Следующую можно. Ребята взяли просто ставку на магический проказ. Здесь, если не появится в LF Discord, я считаю, что в Pacific Blue нужно будет серьезно задуматься над тем, как они планируют вообще свою игру. Это ставка ва-банк. Вот серьезно. Самые первые карты. Мне, в принципе, нравится, потому что если они начнут драться в минуте на десятой, со своего прокаста они могут убивать практически любого героя, даже Некрофоса, несмотря на всю его плотность. Но если они затянут, шансов будет все меньше и меньше с каждой минутой. Здесь основная проблема, да, что есть чем воевать. То есть с Каром, с Рубиком и с Лешарком на ранних этапах могут убить любого. Да, там все прекрасно. Проблема в том, что Dota это не только ранний этап игры, где потом вам придется мириться с Линой, мириться с Legion Commander. Тут я хотел бы сказать, ну давайте вспомним каких-нибудь Ньюби, 2014 год, Grand Final International, игры по 14 минут, и они объяснили бы, что такое лейт. Но с тех пор Dota сильно поменялась, естественно. Вот что-то сомневаюсь я в Immortal, как сейчас по левелам компендиумов. Да, возможно, мы немножко просчитались. Но, тем не менее, 700, 500. Не, ну у Лины юбка должна быть все. На этом можно и заканчивать. Ну что же, друзья, мы непосредственно будем вам представлять коллективы. И начнем мы с команды YonMights. Arise будет играть за Клакверга. Лину нас будет представлять Карл. Здесь же Shadow Shaman, на котором садится Джеймс. Тот самый бесконечный контроль. EA будет играть на Legion Commander. Ну и Некрофос, это Payson. Да, ну и непосредственно команда Pacific Blue Off у нас будет испанять на таске. Посмотрим мы от него агрессию. И хотелось бы увидеть ее как можно раньше. Далее у нас следует Queen of Pain, на которой садится шанс. Они, кстати, свапнули с С-Годом, который будет играть далее на паке. Как раз-таки и от него мы также ждем великолепных Dream Coil. Рубик, товарищ, который будет помогать этой стартовой комбинации. Полли будет играть на этом прекрасном герое. И завершает у нас ту двоечка. Двоечка на Лешраке. Как четверочка у хвоста, прям, вспоминается. Четверочка выглядит более обнадеживающе. Она, по крайней мере, не брала Лешрака последним пиком. Хотя бы так, действительно, да, тоже стоит отметить. Тут же мы видим, что пак, пак, говорю, Клаквер, конечно же, сделал свое партизанское дело, поставил вард. Ну и теперь этот вард пока будет облочить там спот. И, соответственно, уже отводы какие не поделаешь. Ну и подходы будут видны со стороны спорта. Если кто-то попытается кого-либо поймать. Что же делает Pacific Blue? Они начинают именно так, как и должны играть с таким драфтом. Агрессия с самых ранних минут. Если они этого не будут предпринимать регулярно, драфт просто обесценивается. Ну, по крайней мере, там, в течение первых вот этих стадий игры. Конечно, и сейчас Легион Командер прекрасно должна понимать, что выходить на Баунти Руну слишком опасно и как-то этого избегать. У нас такая позиционная война. Все разбежались по кустам, стоят, ждут. Никто не двигается, никто никуда не бежит лишний раз. Да, конечно, слишком опасно. И сейчас у нас развитие событий может быть на этой самой Баунти Руне. И любой личный фраг, это, опять-таки, неприятное начало для своих оппонентов. То есть, первый фраг за командой Pacific Blue, они поймут, что, ребята, так получается, и пойдут дальше. В миду не отпустят героя, а потом придут на легкую линию снова, на сложную. И так будут бесконечно делать. Все верно, все верно. Опять же, Баунти Руна у нас разделились напополам. Даже Лина без юбки, но там другой какой-то сетик более красивый, по-моему, даже. Да, вполне себе неплохо. Показ мод у нас в Доте каждый раз на первых минутах. В мид-линии удивительно, что суппорты абсолютно оставляют Лину, зная драфт Pacific Blue. И вот что происходит. Таск вместе с Рубиком заходит в спину. Шарды ужаснейшие от Офа. И просто Карл, естественно, улыбаясь, начинает спину накидывать по Рубику. Да, очень странная шарды обычно. Туда как-то через... катался через сноубол, чтобы там уже Рубик продолжил это все дело. И потом откинул, подшедал страйк. И в результате можно было бы и добить. Здесь же... Ай-шард. Ну, хотя бы с шардами нужно было чуточку дальше зайти. То есть разница. Ты сделаешь два шага. Лина сейчас пока без пассивок. Она не сможет так быстро уйти по Т1 вышку. В любом случае отрежете противника. Опять попытки своими шардами хоть что-то сделать. То есть... Но на таком этапе это нужно либо в лесах где-то ловить, где ты не можешь просто через свои шарды пройти никуда. Либо как-то действительно отрезать уже в нужном направлении. Потому что пока просто кидаться ими тут пустая трата ман. Ну вот и, собственно, что происходит. Два раза попробовали. В мид выйти не получилось. Переключаемся на топ помогать Баку. В принципе, это может перенести какие-то свои дивиденды, если шарды будут получше. Вот эта инициация постоянная. И шарды у нас здесь отрезаются. И Пакверка. Но тут некрофос, подхилл, шеду-шаман с контролем. Уже вы играете 3 на 3 и не чувствуете такой уверенности. Конечно. На таких парней врываться очень неудобно. Тем более, что в случае опасности ты не можешь как-то защититься. И вам контр-инициация будет уже гораздо более опасной. Поэтому врываться на такой пик не хочется никоим образом. И получается, что если сейчас суппорты Pacific Blue, не дай боже, уйдут в какой-то фарм лесу, в стаки, они не реализуют свой потенциал вот к этим гангам. У нас свап по лайнам. Пак улетает на бот. И, видимо, сейчас будут перетягивать на верхнюю линию Лишрака. Уже с ним пытаться что-либо делать. И я полностью поддерживаю это, потому что Лишрак вот с этим своим станом под шарды, под сноуболу это просто идеальнейшая комбинация. Здесь же пытаются все-таки пробить легион командора. Очень много урона с диаболиков есть. Осталось только пару тычек вроде как сделать. Но Лишрак понимает, что там слишком много урона и по нему заходит. Сейчас телепортки это могут быть, и он вступает. А Пак в одиночку справиться таким образом не получается. А там еще приходит Шилл Шамон. Да, там еще какие-то копии залетят от тебя от легионки сверху по голове. И ты сам погибнешь, учитывая, что у тебя процентов 10 здоровья. Да, именно так, поэтому убить не получается. В результате свап лайнами сейчас будет очень долгий, очень выгодный. И очень много времени потеряется. Третья минута, еще ни одного убийства со стороны команды Pacific Blue. Это проблема. Проблема также в том, что крипстаты очень сильно страдают. Разве что Лудшанк с медлинией старается на уровне слины держаться. Но прочие позиции, прочие лайны проиграны пока. Но еще есть возможность как-то реабилитироваться. Эти проигранные лайны можно взять с флагеруйки, если этого захотят. Потому что пока вот опять Рубик с Тускаром делают ровным счетом ничего. Они пытаются выходить... Они тратят ману, которая сейчас на ранней стадии очень цена. Потому что вы не можете быстро восстановить ее. У вас нет каких-то там аркан лишних на ману. И вам приходится убегать на базу. Даже Шайны еще не готовы. То есть здесь должны быть отработанные комбинации работы суппортов с драгостоящими сплами. Именно так. И пока что мы видим, что все карты сейчас в козыре на руках у Ион Майнс. И тут же вот Шайдо Шаман себе левел даже получает не хуже, чем тот Рубик, который на лане один стоит. Уже третий Шайдо Шаман, и, наверное, близится к третьему Рубику. То есть такими темпами их просто обвинят по всем фронтам. И вернуться уже будет крайне сложно. Да, здесь, скажем так, игра будет решаться на 10-15 минуте. Если к тому моменту не наберут какой-то потенциал силы Pacific Blue, им переворачивать дальше будет очень сложно. Некор станет чересчур плотным. Ему здесь не нужно выходить какой-то дэмэдж. Дэмэдж будут наносить другие персонажи. Некрофос будет вот таким героем неприятным. О, как раз мы подсперим Телекинез. Шарды, стан, все вместе. Эти тайминги зачем? Отпустим некрофоса, пускай бежит под Т1. А сейчас разворот, и еще и Офа Могут приговорит есть. Но Бонна поможет. Лион его вот сейчас будут поджидать на ровном месте. И туда немножко не рассчитали и отпустили Телскара. Но тем не менее, убийство было предотвращено. И таким образом снова никого эффекта не оказали. Хотя шанс медленится. На своих плечах говорит, ребята, ну вы втроем не можете. Я вам сейчас покажу и показываю, отобивая лип. Ну здесь действительно загулял немного Лина. И безусловно, придется по всей видимости вытаскивать мидеру, командоваться мигнем. Мы видим, что три топовые позиции по крипстату на шестую минуту. Это непосредственно игроки Сил Света. Тяжело, тяжело будет исправлять все это макобесие. Ну если это вообще будет возможно. Потому что сейчас, пока они пытаются какие-то попытки выхода оформить, у них это все оборачивается неудачей. Вот сейчас и в мидлине, да снова. Тускар стоит, пытается, но Лина уже не так просто. У нее сейчас еще и шестой уровень будет. Она этого Тускара похоронит, если он попытается. Там на руне уже Тускар должны ловить. И полетела сеточка, подошел. Непосредственно с батарейками, клак вверх. Есть сноупол, пытается уйти. Попутно еще немножко стан закинуть Лину. Лина убивает Тускар. Тут же можно и Queen of Pain побить. Правда рядом есть Рубика. И не стоит очень сильно наглить Карла. Он при этом остается здесь же. Залетает по нему ультимейт. Ну почему же ты не пошел вместе со своими суппортами, дружи? Действительно, не ожидал он, что будет готов ультимейт. Проклейка ламаны вроде было не так много. Но Боттл и Стики сделали свое дело. В результате хватило ламаны на Sonic Wave тот самый. И Рубик нанес тот последний удар своей молнией. Таким образом, 2-1 в пользу команды Pacific Blue. Вроде есть два заветных убийства. Но шестая минута и эти два убийства сделаны за счет Queen of Pain. Это, знаешь, просто, не знаю, там, когда идет какая-нибудь игра на бирже, акции компании растут, когда они показывают что-то хорошее, что-то новое, какую-то разработку, допустим, и падают, когда эти разработки провальны. Вот Pacific Blue своими суппортами показывают провальную разработку. Потому что даже если у них сейчас получается сделать какие-то праги, вот эта координация, точнее ее отсутствие с Таском, это проблема. Огромная проблема. А, действительно, пока что не было особо удачных шардов. Есть, видимо, какие-то проблемы, не знаю, с микроконтролем. Возможно, мышку подменили, либо что-то еще. Пока шарды совершенно не позитивно сказываются на игре команды Pacific Blue. Седьмая минута, уже сейчас восьмая будет начинаться. У Таска третьего левела нет. Очень хорошо. Карл очень сильно пробивает. Но здесь, по-моему, не загуляла. Твоя база с другой стороны, Карл. Но наглость, конечно, еще чуть-чуть не убивает Шэнкса перед смертью. Да, повезло здесь, что был Ботл, успел периодически откидываться в моменты. И урона не хватило. А тем не менее, Тускар, наконец-то, начинает получать дивиденды. Пусть и не самые лучшие выходы показывает нам по-прежнему. Но уже что-то. 1-3. И Pacific Blue впереди. По крайней мере, по убийствам, но не по Нетворцам. На Нетворце, конечно, преимущество минимальное. Минимальное сейчас идет, там, около тысячи монет, скажем так. Здесь, видишь, крипстаты. Очень сильно решают крипстаты и этот отрыв. Конечно, на ранней стадии вы либо делаете 10 фрагов для того, чтобы вот именно держать преимущество по монетам, либо же хорошо фармиться. Тут у нас на боте Пак прыгнул, поставил, при этом еще неплохой тримфор на Легионочку. Легионочка отбрасывается копьями, но ей здесь, конечно же, отправится в таверну. Ребята решили, раз саппорты не помогают, давайте мы соберемся мидером, хардлейнером и из легкой линии парнем, кором. Я не могу назвать прям кэрри, но окей, пусть будет так. И будем без саппортов убивать. У них пока получается. 1-4. Еще один фраг вкопил команды под Pacific Blue. И пока вроде как держится еще на плаву за счет этого. Тут же у нас на бот возвращается Легион Командер, но мы понимаем, что как раз-таки команда противника, она будет в своем агрессии только сейчас начинать. Серьезно. Он просто так посинел в какое-то чувство, я подумал, что он стал иллюзией на самом деле. Он и хотел раствориться в мире Доты 2. Попытка не зачитана. Все-таки дуэль у нас оказывается победной. Но тут могут быть определенные проблемы. Пытался уже выдать Sonic Wave, но Клакверк остановил эту наглую пакетку. Апу, но теперь поплатился своей жизнью. Тем не менее, Некровус выживает. А значит, это гораздо лучшая ситуация для команды Young Minds. Но, тем не менее, 2-5 в пользу Pacific Blue. Ну, начинаются, начинаются какие-то действия агрессивные. Другое дело, что сейчас это уже не приносит такого количества монет вам в руку. Им нужно уже копить на более серьезные артефакты, ждать каких-то первых файтов 5-5. Либо начинать бить по корр-позициям. Что сейчас и делают. Pacific Blue выкат на лину, но здесь есть прикрытие от пакверка. И хорошие коги по двум таргетам погибают уже у нас непосредственно таски. И, естественно, через косу буду гивать Клину Фейн. Еще один удар, два фрага. Вот вам, собственно, и ганг успешно. Грызнулись. Опять-таки, Клакверк оказался в нужном месте в нужное время. Только вроде был сверху. Нужно спасать лину. Он уже на мид линии находился. И тут же телепорт от Некровуса, который сделал себе дополнительный фраг. И ассист еще на тускаре заработал. И, кстати, очень даже неплох. А тут еще и пак каким-то образом оказался один. У него баунтиру, но хотел себя заполучить. А в результате я заполучил дополнительный смерть. И тысячу золота в разнице отдали буквально за минуту сейчас Pacific Blue своему оппоненту. Это очень большие деньги, естественно. Но вот, собственно, тот самый повтор у нас выхода на лину. Ну, Шэнкс был совершенно без маны. Моментальные телепорты, моментальные телепорты. Два телепорта и Коги просто божественные. Да, тут же Лагуна Блэйд решили не оставлять. Понятно, что нужно играть как можно быстрее. Ну и действительно... Здесь хорошо сыграли все-таки Вьянги. Они перетянулись на поддержку своему мидеру. Именно так. И переоценили свои возможности немного команды Pacific Blue. И получилось так, что они это преимущество еще только лишь разорвали. На топе у нас сейчас будет попытка убить Некрофон с повседневностью. Он там один вообще остается. И в блоке его пытаются все убивать. Рядом есть, конечно, конкретное прикрытие. Некор выигрывает себе еще несколько секунд. Но выжить здесь невозможно. Нагловато действовать начинает. Вчетвером уже выходит действительно на Некрофон. Здесь попытка телепорта сделать, в принципе, может быть никакой плохой. Но не позволяет решать подобные наглости свершиться. И это два фрага для команды Pacific Blue. Вновь, да, вроде башни нет. И нужно бы держаться где-то поближе к своей. И, тем не менее, позволяет себе заходить встречкам далеко. Ставятся змейки и решили, скажем так, бесконтактным боем забрать вышку. Проблема в том, что эти змейки сейчас фармятся командой Pacific Blue, естественно. Они такие деньги не оставят. Но башня зафармилась. Так что, в принципе, какой-то плюс может быть. Если сейчас будет качественно отыграть Shadow Shaman, ну, не видим пока этого, да. Своих змейки с змейками не дынается. Ну, скажем так, не стал по этому поводу сейчас ставить себе цели. Становиться лучше, играть до конца. В каждом микро-моменте зачем пойду поформлю где-нибудь крипов в лесу, скорее всего, подумал Shadow Shaman. Да, я ушел на базу, подлечиться у Фонтана. В любом случае, башня за ними, снизу осталась еще одна цель в виде Т1 стоять, которую, я думаю, они без проблем также разберут. И, вроде бы, пушечий Лишрак пока что не снес ни одной вышки. Этот пушечий Лишрак пока себя вообще никак в этой игре не ощущает уверенно. Единственный герой, который чувствует себя в своей тарелке, это Queen of Pain. Жен, потому что хорошо оттаял свой лайн, просто элементарно. Как же сбитые телепорты с помощью Стана Лишрака? Ну, хорошо, реализовал себя в одном микро-моменте. Я ни в коем случае не говорю, что Лишрак бесполезен. Я говорю лишь о том, что Pacific Blue с такой ритмикой игры не смогут победить. Они рассчитывают на то, что выиграют какие-то файты 5 на 5 за счет АОЕ прокаста и магического демеджа. Это может сработать как раз-таки на ранних минутах. Но уже слишком плотный некор, там, единственное, возможно, там, светлое пятно. Но Клакверк, который не так много имеет, да ему и не надо, с другой стороны, артефактов. Вот именно. Мы видели, что вроде этот Некрофос, вроде Е1, а пытаться убить его пытались вчетвером. То есть вот сейчас та же самая попытка, тоже самая ситуация, немного на другой линии. Клакверк и Некрофос их обходят с двух сторон, видят Курьера. Но догадаются лишь, что опять на карте никого нет, еще и Клакверк сюда приходит. То есть 5 против двоих нужно отсюда спасаться. Иначе будут большие потери. Блдискор как раз-таки есть, и сейчас можно будет с ним повоевать успешно. Легионочку нашли, подцепили, хороший штан Телекинез. Ну и тут у нас панч еще и живет. И самые полночные хоги получились. Живет Легионка, добыть того не может. Стал КП убегает, Шедоу Шаман жив поставил неплохие. Змейки погибает, Рубик. Вновь атака не удается от Пацифик Блю. Сейчас еще и сетка будет повечена, ничего не сможет сделать Клакверк. Просто подзмейки подведет Лагуна Блейд и минус Квин оф Пейн. Да, Дримкул подвину минус Шедоу Шаман, но стоит ли это того? Просто невероятно плохой заход для команды Пацифик Блю. И они рушат все свои стратегии, по-моему, до основания. Уже больше трех тысяч ведут непосредственно у нас. Янгим прекрасно вновь защищают своих же героев. Я не знаю, тут... Вот здесь видна командная работа, скажем так. Они постоянно собираются вместе и никогда не отдают товарищей просто так. Лишь еще и сейчас. Пак Мок чуть было погибнуть, если у Лагуна поддержка приходит Лагуна Шедоу Шаман. И сейчас будет помогать Хекс сеткой. И Кассой отправится у нас из Год Дыхать Таверну. Но пока щадит его команда Мион Майнс. Которая как... Уходит в другом направлении. Норуна Хастакса сейчас на нижней линии. Ее забирают себе пакт. Все, он не стал гнаться дальше. Отпускает он Джеймса. И Джеймс уходит. 50 секунд до Змеек. И надо бы забирать последнюю нижнюю вышку. Либо уже переключаться на Т2. Был бы странный момент, но посмотрим, что решит для себя делать команда Йон Майнс. Пока что зажались и решают пофармить. Ну смотри, на бота все-таки перетянулись. Шиклакверк тем временем на топе поймал. Лишрака с Коги поставленный. Пытается стан выдать под себя Лишрак. Но просто вот этот датстеп на поле. И еще и подкатывается Таска. Не боишься ли ты дружи? Поддержка пака. Пытается огрызнуться. В любом случае, Шиклакверк соло убивает вашего Кора. Лишрак это Фор. Вроде как должен быть. Да, не забываем об этом. Но у Лишрака 4000 нетворца. Это очень грустно на данном этапе. Мы видим, что по 6,5 у Лины, по 6,5 у Некрофса. И с этим пока что сложновато тягаться. Там уже скоро ибо отстал он появится. Выходит, кстати, ух, опять промахивается Шардами. Просто, я не знаю, аплодисменты Таску, пожалуйста. Ему нужна поддержка зрительского зала для того, чтобы начать Шардами попадать. Он просто действительно как-то надеется на то, что герой будет действовать совсем неадекватно. Он, видимо, знаешь, просто вот то ли не раскрикался, то ли не чувствует, как способность будет действовать. Регионочка прыгнула и не успевает выдать дуэт по Таску. Не получилось. По-моему, Клопашка там была. Хотя, может быть, мне показалось. Тут же у нас занимается своим черным делом Шилл Шаман. Потихоньку змейками пушит, пока стягивает всю команду по Цитик Блю. И в результате они вынуждены опять терять время, сносить змейки. Тут же половина башни почти что упала. Ну вот, честно сказать, подобные выходы того не стоят. Потому что ты очень много денег отдаешь с этих самых змеек команде, которая в этих деньгах очень сильно нуждается. Вышку при этом ты не пробиваешь даже на 50%. Там больше крипы с катапульты делают, ей-богу. Тем не менее, такими заходами сейчас доберутся до Т3. А тут еще не одна Т1 не упала. Ну, в мид-линию одна упала, и все. С таким преимуществом грех этим не пользоваться, не стягивать команду и постоянно расширять свои владения. Тем самым позволяя вот той же линии где-то пофармить на вражеской территории. Поэтому мне кажется, что вполне себе оправданы такие выходы и такой план действий со стороны Шиду Шамана. Ну, опять же, видно, что такое хорошее настроение уже у Янгов. Веселятся со всеми своими насмешками, перетягиваются на топ. И вопрос, как Pacific Blue будут выправлять свое бедственное положение. Да, вот мне больше интересно, что они будут делать, когда появятся Пайпы БКБ у команды Ян Майнс. Какие будут выдумывать атаки. А Пайп уже близок, потому что Худ готов у Некропоса, ему там копеечки остаются буквально. Ну и здесь попытка со стороны команды Perfect Blue поймать на смоках. И Тускар идет первым. Если вы сейчас заметите, его скорее всего похоронят. Успели по сигнале. Есть шарды уже неплохие. И полетели. Врыв от Рив Бойла неплохо подцепили. Но дуэль по Тускару ничего не может сделать. Лагуна Блэйд пытается добить Пака. Есть у нас коса коса, есть и она добивает. Но саму Кин оф Пейн остается Тул, который хокк зажат и также отправляется в таверну, ничего не делая. И это минус 3 на ровном месте, да, потеряли Клотверган. Это не страшно. Тут же Родов Атос и... Стана промахивается, Карл. Вроде бы была зафиксирована эта цель. Но в любом случае это 4 фрага сделанных без потерь практически. Там потерять суппорта 4 позиции не страшно. Причем нападала-то как раз команда Pacific Blue. Каждый раз так происходит. Они нападают и погибают полным составом. То есть у нас 12-10, 18-ая минута пытаются поймать еще Пака. Змейки вам поставлены для того, чтобы убить Пака. Но Шеду Шаман так и делается. Его уже ждут. И Змейки помимо того, что будут убивать Пака, они в принципе еще и выше прыгают. Немножко пробьют. Ничего не боятся. Слушайте, барабаны полетели. Есть молния. Очень битые. Сейчас могут быть... Восплодиться банально за подобные вышки. Есть стан. Минус Шеду Шаман. Гоемся дальше. Большая проблема у Никро. Все очень просто Шеду с Трайком. Ну и Клокверк пытается помочь. И также очень больно поделает Пасян. Но он продолжает жить бесконечно. Сейчас еще и Пак может погибнуть. Есть два удара. И молния заканчивает эту серию. Ну, видишь. Карл, правда, тем временем постарался. Все-таки добил Пускара. Но потеря еще трех героев на таком отступлении это крайне неприятная новость. 2000 золота и 3000 опыта получила команда Pacific Blue. Неплохо, неплохо, скажем так, огрызнулись они сейчас. Но, опять же, по-прежнему это не сбивает запаса уверенности в себе со стороны Янгов. Ну, погибли. Ну, не страшно. Они перед этим также провели успешный файт. Это, конечно, да. Но, наверное, стоило переключиться, нежели на вышке как-то попытки поймать Пака. Ну, заигрываются, заигрываются. Сейчас хочется уже минус пять сделать им вайп, вместо того, чтобы пытаться выиграть эту игру как можно быстрее. А у них действительно есть возможность совершить. Потому что артефактов у Pacific Blue сейчас нет в наличии. Ну, этим действительно нужно пользоваться. Однако пока, после подобных разменов, решать немного уйти в ганги. Не вновь смог вылазка, а три на три. Сейчас может хотя бы даже четыре у нас на три. И этим образом мы... По-моему, заснул, но Кадаск сейчас прыгнул. Не успел даже нажать в сторону, как-то отбежать. Дуэль выиграна моментально. Уже 34-ти демеджа должно быть у Легионки дополнительного. Пак Жок улетает на телепорте без каких-то его проблем. Но, тем не менее, дополнительный урон опять для Легионки есть. И возможность пройти по Т2, добравшись до Т3, даже при желании, все-таки Змейки совсем скоро должны откатиться. И в результате можно серьезно насолить команде, по сути, Дуэль. Пак очень опасно сейчас играл. Пытался немножечко откушать, но это того явно не стоит. Да, здесь действительно очень много способов законтролировать этого самого пака. И должны об этом понимать, ребята, с команды по сути, блю. Линия поставлялась подным образом на вышка. Как-то не менее, сверху упала. Квин оф Пейн пропушив линию, подведя крипов к ней, удалось забраться. Смотри, что на шрайне-то у нас здесь происходит. Оставленные Коги пытаются не Крау убить, а Некор живет. Дэмэджа по нему вновь там еле хватает от четырех персонажей. Команда подсыпит блю. Ну, здесь Йон Майнс уже как-то слишком юный, по-моему. Потому что такие вещи рано или поздно приводят к тому, что команда камбэкнет. С другой стороны, что даже после камбэка убивать особо будет нечем. Убрываются дальше на Легион. Пят, ее магнитально убить есть. Сноубол есть. Также Ларс Транчу под Соник Вейвом рассыпается. От Вейл оф Дискорда, к тому же. И серии четырех убийств прервана у команды Ньон Майнс. В частности, у Ей. Преимущество остается уже чуть больше трех тысяч. У Янгов на 22-ю минуту это не так уж и много. Стали действовать разрозненно. Вновь нагло себя ведут. Соло какие-то выходы. Вот теперь уже и Карл фармит вражеские леса. Потому что никого поблизости нет. Его сейчас увидят. Только пытаются убить, естественно. Конечно, он вкатывается. Попытство под себя станет неуспешно. Тут же Телекинез. Тут же Сайленс. Еще и Кинофейн сейчас крикнет. И Денается. Понимая, что ситуации другой не представится. Ну, покупают вроде бы себе ШБ. Но чувствую, диалог был такой. У меня все хорошо. Пойду по фронлю их леса. Ребята, у меня 17 зарядов в Бладстоне. Ничего страшного. Зарядов уже становится 11. Стоит ли это того? Действительно. Это очень странное действие. Нужно все-таки команде Ньон Майнс собраться. Если они хотят побеждать. Иначе будут большие проблемы впоследствии. И вы ничего не сможете сделать. Что подобные смерти крайне-крайне необдуманные сейчас. Реализует Ньон Майнс. Что будем смотреть? Выход на Т2. Есть все ультимейты. При необходимости можно подраться очень даже неплохо. Главное сейчас держаться в команде. Пытаются, пытаются провести хоть какой-то деф. Заброшены шарты. Но с змейком сейчас подходить никто не станет. Разве что поймать, выцепить телекинезом. Но опять же слишком, слишком страшно. Ну за змейки-то подеритесь. Но это же деньги. Деньги. Ну, одни не стали драться. Другие не стали змейки забирать. Разошлись миром. В другие стороны как-то совсем побежали. Непонятно чего они хотят. Возможно еще пофармить. Кто его знает. И сейчас у нас опять Алина. Скорее всего отправится. Заберно. Совсем уж она не обдуманно себя ведет. Но подумали, что там, наверное, 5 человек. Мы не пойдем. И Алина спасается лишь чудом. Очень и очень странный момент. Уходит. Выход на последний тавер сейчас должен быть от Янгер непосредственно. Да, по идее они должны забирать тот самый Т2. И уже подбираться к хайграунду. Возможно забрать какого-нибудь Рошана. Что у них в принципе может получиться без особых проблем. И по сравнению с теми же командами по Цифик Блю. Но они собираются защищать Т1. Опять же, если возвращаясь к разговору о Рошане. Там очень сильный проказ будет у по Цифик Блю. Который сейчас мы увидим под нижней вышкой. Потому что есть уже дуэль. Ну как дуэль. Выигранная дуэль. Естественно, там пытаются и ШК добить. Допонентный демэдж. Два фрага уже сделана. Потеряли Клакверка и легеночку разбрили. Неплохо. И в принципе два в два даже дерутся пока. Пока что размен два в два. Сверху у нас продолжает Некрофос отворять свои черные дела. Не совершенно не обращая внимания на то, что происходит внизу. И таким образом может донести вышку. Тем самым вырвав преимущество в плюс для своей команды. И здесь же защищаются лишь только Лина и Шлюшам. Которые в Вен тоже могут неплохо-то сражаться. Как же больно Паку. Ты посмотри, что делает Лина забафанная с ним. И мы успевает отступить хотя бы Queen of Pain. К счастью, не было сетки. Либо что-то... Ну, анимация дольше у сетки, чем у Блинка Квапы. Поэтому удалось ей спастись. И тем не менее, это уже размен 3-2 получается. Гораздо больше ремейджов получили. Здесь же Пейсона все-таки поймали в шарды. И судя по всему накажут. Как накажут? Потому что помнишь, что это Некрофос. Если его и будут наказывать, то будут наказывать очень долго. А тут Карл уже оказался неподалеку. Есть Каса. Это минус Queen of Pain. Поднимает себя вну. Убили, конечно, Пейсона. Но возможно успеет обить хотя бы Рубика. В ответ. Да, Логаном Лейд. И поживет. А тут подходит Клакверк. Есть. Коги про то, что он спасается. Вроде как, но шарды отрезают. И Лишрак просто поое забирает своего оппонента. И Клакверк также не сопрается в таверну. Дабл-кил для ту... Для двоечка. Вновь, вновь начинает отдавать деньги-то противнику. Некр... Ну, либо ему нужно было просто прожимать телепорт. И пытаться из-за леса как-то улететь на базу. Дуэль от Легион-Командер. Убивают Лишрака. Хватит ли дэмэджа буквально одного удара. Не хватает. И живет, живет. Естественно, Лишрак до момента молнии от Шадоу Шамана. Кто кого поймал, кричат Паку. Держи свой Дримкоил обратно. Здесь подходит Кускар. Хочет управлять. Но тут же ловит сетку. Змейки, понятное дело, своего дела знают. Открывается, а нужно ли бы это сейчас сделать? Конечно, убили. Суппорты убили. Успевает эти наберут. Я хорошая игра от Пака. Успел выбраться из спейс-шифта. Невредимым. Сумпур и какое-то мракобесие происходит на этой карте. Если честно, 26-ая минута. Более 5000 преимущества у Янгов. Но при этом сейчас Пацифики начинают зарабатывать хотя бы деньги. Для того, чтобы появлялись артефакты. Появлялись какие-то ресурсы, экономика у вашей команды. Да, определенно у них пока более-менее все неплохо. Конечно, 5000 отставаний это не то, что бы ты хотел видеть. Но с учетом того, что они впоследствии вообще ничего не смогут, скорее всего, себе вернуть. То сейчас нужно максимально максимизировать преимущество. Знаешь, могло быть и хуже. Вот это, наверное, главный показатель такой. Пожалуй, да. Пожалуй, в этом плане ты верно подметил. Что сейчас доносит оставшуюся Т2-вышку. И после этого хайграунду. А хайграунд дефать можно очень-очень долго. Это Личрак, Крин оф Пейн, Пак, Рубик. Вы просто не подарили. Нам просто прокастами, конечно же, будут отгонять очень жестко. И желательно заходить на хайграунд после того, как вы сделали открывающий фрак вне пределов вражеской базы. Возможно, стоит выманить как раз-таки на Рошана. Легионочка в ЖБ готовится, если что, давать дуэльную нужна поддержка. На Крин оф Пейн не хватит дэмэджов соло. Пока что это не тот соперник, которого хотелось бы воевать. Но просвечивают его неплохо. К тому же еще есть Линка. Поэтому нужен какой-то активный спелл у него быть нажат. Тот же Форстаф от Клакберга хотя бы. Ну, уже можно идти воевать. Но теперь к Клапе подходит подмога. И все-таки очень сильно хотят не забрать эту Т1-вышку. И не давать шансов больше к нему за вашей шанс. Однако команда Йонг Майдс, по-моему, все-таки к Клакберга. Вдвоем, ну не стоит, не стоит защищаться. Ракетка от Клакберга. Квин оф Пейн прыгает вперед. Вот именно поэтому и не стоит подходить. Леночка, видимо, знаешь, так надоумило. Пойдем, ты поставишь код, идинишь ракетку. Я по итогу уже не чувствую элью. Заманили, заманили. И Клакберга живет до сих пор. Приходит Некропост на Порстафи. Шанс промахивать с ультиматом. Попадает только по Клакбергу. Клакберга добивает с яда. Ну и отступает, отступает Мину Пейн. Заходит не туда немножко, и хочет найти полутня, получается. Там уже в спине потихонечку разобрались с Линой, которая вынуждена прожимать Блодстоун. И... А это 3 в 0. Посыпались. Опять крушение у команды Young Mines. Так и есть. Там вроде бы по топу пыталась заходить Лина, немножечко пробивать Т3. И, безусловно, демочка умуниционная того не стоила. 4000 остается преимущество, и графики медленно очень, но пытаются упасть у нас, скажем так, в зону экватора на 0. Но с другой стороны мы видим Лину, которая 15 тысяч на Творса вроде как. И до ближайшего противника еще 5000 фармить нужно. И это может дать определенные дивиденды, если не умирать так часто. Это приятно, когда у вас преимущество по золоту, ваша команда сконцентрирована на каком-то из коров. Это значит, что именно у него есть дополнительный артефакт, который может решить исход того или иного файта. А здесь же попытка подцепить Рубика, но вроде как пока спасаются, но Форстав, блин! Это бедный на Форстав, их просто закинули Шедоушамана как бомбочку на Рубика. Да, это та самая бомба, которая может действительно решать очень много проблем. Полетел Шедоу Блейд, успеют ли кого-нибудь подцепить Лишрака, вроде как находят. Но... Мобилен, очень мобилен, а вот поймать Таска куда проще. Стан на опережение, сдувочка, по-моему, не была от Вины, и уворачивается от стана Лишрака. Сноубол неплохо, держим, заходит еще и Шедоушаман, выдает контроль на Лишрака, тем временем нужно убивать Таска. Коги поставлен довольно сейвовый от Клакверка, побоялся, и хукшот, увернулся Шедоушаман, говорит, лети, Спайдермен, врывается пак, ставится Дримкоил, и Шедоушаман пытается убивать, убивает Клакверка. А Дуэль дать? Почему же пожалели? Либо не успела здесь Легионки, действительно, очень странный момент. Вроде как замахивалась, но последний момент отменила. Но, опять же, сделали три хороших фрага, потеряли суппортов, а Коры могут даже попытаться зайти погрызть Т3. Все-таки Лишрака не будет, 48 секунд, и до Таска с его шардами еще 20 секунд времени, когда вы просто бьете под пасеки Алины вышку. Именно так, здесь же Некров с Аслиной могут быстро сломать пачки Криков, и доломать у самой Т3. Минозплейн пытается как-то подбежать, но не стоит забывать, что есть дуэли. Там, по-моему, пак где-то пытается найти, но он на южной РБ, конечно же, отсюда уходит. И команда Юнмайнс уходит на нижнюю линию, где крипы подходят уже к Т2. Опять же, в вышке Т3 на топе очень мало ХП остается. Нужно постоянно давить лайн и не давать откушивать противнику. Но пока мы видим, что Крикович далеко уходит. Команда Юнмайнс и вообще остается враж, что в Клисах есть два Барда, в случае чего можно прыгнуть, можно дать дуэль. А тем временем потихоньку-помаленьку появляется первая БКБ. Это Лина, которая приобрела его себе первую из команды, и там уже, думаю, скоро будет у Некровса и у Легионки. После чего сомнителен, кажется, пик команды Pacific Brew. Не попадает стана Млина, но Queen of Pain вообще поймать-то в соло это практически нереально, если у тебя нет какого-то Хиггса, Орчада или какого-то контроля на ее мобильность элементарно. Действительно, и решат, что пора бы забирать Рошана, потому что заходить, кроме как на Хигграунд, некуда. И в принципе они сейчас решат проблему с этим парнем и будут заходить вопросом, куда? Потому что сверху уже пропушено, может попробовать и в другом месте. Сначала зайти с миды и потом сломать две стороны сразу. Но опять же, учитывая, как медленно они пробивают сам Хигграунд, им либо сплитовать, допустим, вчетвером по миду и Лину отправить на топ, который в соло добьет вышку. Либо все-таки искать противника и выманивать его с базы. Вот такую осаду устроить, нежели у вас там был, Dragon Knight, очень плотный, но они не в состоянии. Здесь же у нас немножко засады на Карла. И, возможно, как-то перекворачивать. Слушай, ну, Фуллстайк уходит, есть вагон на бой, успеет ее добить, получается, однако тут же в ответ БКБ ей жизнь пока что покружила, тут же ловит фулкшот и погибает. Теперь погоня за Квинов Плейм, успеет ее догнать. Наши Доблэйди лежит Лина в нужном управлении, но не просвечивают. Думали, что вы охотники, вы жертва. Да, оказалось, очень опасный поворот событий и отличный форстаф от Карла, который вроде Тускар ворвался, а никого нету внезапно, и нужно что-то делать, прожал Досты, тоже никого не увидел, понял, что у меня все плохо и, к сожалению, погиб. Мэйдэй, мэйдэй, меня подбили. Там с Лагуны осталось, по-моему, ХП 100-150 у Таска. Да, и сейчас у нас заходят на ту самую мид сторону, на мид сторону, где будут пытаться сломать Т3. Это их, по-моему, еще сверху. Пытаются поясина пробивать, но у него Аигис, об этом не стоит забывать ни в коем случае. 2000 здоровья, отличнейший реген, и он просто продолжает вот заходить, заходить. Карл там несколько ударов делает, и как несколько ударов? 10, 20 ударов за буквально несколько секунд. Довольче, 30 ударов, уже почти всю вышку снес. Вторая за атаку есть, отличный кубшот. Как же кубшот, под Шрайн залетает на Таска, Стан залетает, также нам сноубол за Ивейдели. Что творит этот Лагуен? Надо башню бить, но, к сожалению, не было как разобрали, а башня тем все еще стоит. Не воспользовались моментом, когда отлично всех на себя стянул Пейсон, и таким образом сейчас придется отступать. Лина очень нагло действует. Она одна здесь, ее никто не прикрывает, стоит и бьет Т3. И, ребята, ну хоть какой-то войс у вас же должен быть в команде, вы же просто играете турнир. На очередь стану и продолжает, слушай, наглую. Без, конечно, тут миллиарды станов, и едем, власть, надеюсь, все. Вот, теперь ворвался чуть-чуть шаман, зачем-то под Соник Веб, его моментально сбривают в ответ Рубик, и также погибнет Пейсон, да, он поживет чуть дольше, но стоило ли это того. Сейчас его так же добьет, и заберут Аеги, заберут Пытах, заборвался Ель, но там блинкаут, и не получается подцепить Сайленс, и это просто провал. Возвращается Некрофост вроде бы к жизни, но, естественно, Пейсон здесь никто уже не спасет. Лина как маленький ребенок, она один раз зашла в Соло на вражеских хагграунд, и ее так за шкирку типа, не иди, ты там погибнешь. Она такая, нет, все равно пойду. И за ней погибают еще и родители. Все родители непосредственно команды Янг. Поймали уже Легионку под Шайлером. Клакверк, нет, не надо, уходи. Я уже смотрю, как он хочет ицелиться к хукшотам. Пытался как-то поспасти EA, но не вышло. Это минус 5. Да, минус 6, можно сказать, а Аегис еще разобрали, и Пейсон там банально не смог ничего сделать. Ключевой вопрос. У вас была вот та самая Лина, которая как Катюша настреливает просто артиллерии по вражеской Т-3 вышке. Почему вы вчетвером не давили мид, а Лина не отправили на топ? Не нужны крипы, они по миду зашли бэкдор в спид. И вы открываете доступ к шрайнам непосредственно, вы уже комфортнее можете пробивать бараки. Очень много отдают сейчас, естественно, Янг. Очень хороший вопрос. Действительно странно, почему решили поступать таким образом. И сейчас выпутываться придется из того, что на вас очень серьезное давление оказывается. Забирается предпоследняя Т-2 вышка, я думаю, без особых сложностей. Легионки пока нету. Хотя Карл может их немного осадить в этом плане. Но похищают... Похищают стан. И отступает команда. Пацифик влёк. Карл отправляется просто в атаку и уловит на центре. И опять же Лина решила расстаться со своим зарядным бластом. У них поставлены хорошие змейки. От Шэдоу Шаман начинается драка. Коги также есть на Лишрака. Здесь же Рота Потосов от Микрофоса. Коса минус. Лишрак неплохо. Пока драка у нас 2 в 2 погибает. Клакверк от веточка. Минус Рубик. Здесь же Шанкса поймать, выдать контроль не получилось. А Пак развлекает всех на своих арбах. Есть Сайленс по Микрофосу. Но он слишком плотный, чтобы погибать. От ультимейта Квину в Пейн отступают. Перфект Блю. Размен 3... Да. 3 в 3. Опять-таки. И в плюсе невольшим оказалась команда Пацифик Блу. Здесь действительно ситуация... Идет ведь дальше. И зачем это все делать? Чуть было не погиб. Сейчас дуэли у него все равно нет. Но хочет как-то кого-то подловить. Я бы назвал первую карту данного Беста в 3. Безрассудство и отвага. Вот честное слово. И с той и с другой стороны. То одна команда начинает ломиться, сломя голову на вражеский хайграунд по одному. То другая подвидит где-то прям постоянное-постоянное повторение. Это как-то картинка с Чипа Дейлом? Да, да, именно так. Именно так. Ну что ж, посмотрим, где линус сбегает. Кстати, отличный вардл поставлен от Офа. Понимал, что здесь могут заходить 2 Штолблейда. И благодаря этому лину сбрили практически моментально. И лишили очень большого количества урона команда Юн Майнс. Представляете, чего, в общем-то, дракуи не так плохо проиграли. Мне вот очень интересно посмотреть, сколько сейчас зарядов в Бладстоуне у Лины будет. После того, как там повтор закончится. Потому что цифра там должна быть очень-очень скромная. Вот после всех этих наглостей со стороны вражеских, ну, вора команды Юн Майнс. Четыре. Четверочка. Можно выбрасывать этот Кровавый Камень и покупать новый. Либо сражаться дальше и не умирать попытаться. Нет, это слишком сложно. Легче купить действительно новый Бладстоун, ей-богу. Ну да, слишком много упрашиваться игроков. И продолжат фармить дальше. На удивление, стойка держится команда Pacific Blue. Не сдаётся, понимаешь, там БКБ ещё не у всех. Не собирается пайп, не собирается БКБ никем помимо Лины. И это может... Ну, это не может. Это пока что решает ситуацию во многом в пользу команды БКБ. И влог. Ты смотришь, что делает Лина. Соло, по ботам, вперёд. Тиммейты, да зачем мне тиммейты? Тут же у нас начинается брака с Лешаком. И заходит в длинный через Шрайн. Есть дуэль от регион командора по Лешаку. Лешака-то очень быстро убьют. И есть байбэк. 42 секунды. Потому что под базой всё-таки происходит пайп. Тримкоил неудачный от БАКа. Под него никакой реализация. Но от кем реализовывать в острой остаётся. Да, и вам вынуждены отступать. Уже с Карлом Дагган сбили. Тут ещё и ПАК может подставить. Сейчас есть. Ууу. Пытался сбить Сайленс. Да, но не вышло. И теперь нужно забирать две стороны. Тут же моментально на логу на бой пытается. Рубик видит что-то проражать. Но погибает. Слишком много урона у Карла. Сбейте в бульдор. Уже ладусь какой-то бульдор по биле Т3. На боте так же начинается драка. Падает милишный барак. Ну как падает? Пока там был глиф. Выиграли несколько секунд. Хороший ультимейт от Шэнкса. Квин оф Пейнт соло пытается выдать хоть какой-то контроль. И есть. Есть. Конечно же сеточка от Шэдоу Шамана. Есть. Так же ещё и стан сверху. В результате получается. Не получается ничего. Оставится с мейки. Попытка сломать хотя бы бараки. Разбращается Квин оф Пейнт после байбека. Сейчас может подплатиться за подобный мув. Пытается бликнуть зону. До него получается ещё и дуэли после байбека. Квин оф Пейнт на 100 секунд. Пытается придумать хоть что-нибудь. И он майнс. И у них это получается. Они совершенно спокойно разбираются. Ещё и стония. Получается нанести ему необходимое количество урона. И тут же байбек. Дабл килл для EA. И что дальше? Монбайбек будет факт. Тут пейсон буловый. Вот в чём дело. Очень тяжело расправляться с этим некропоссом. Нужно переключаться на другие лаймы. А сверху вышку снести? Там не осталось 200. Там вышки гп нет. Я не понимаю, почему Лина игнорировала вообще это направление полностью. Знаешь, как слепое пятно такое чувствую. На мини-карте там ничего нет. Туман войны. Разберёмся с этим позднее. Ну вот он, тот самый. Итог боя. 2500 золота в плюс. А там 3000 минус. Ну, опять же, когда вы теряете лайн. И плюс погибаете после байбеков. Более чем предсказуемые результаты. Мы видим, что в определённый момент. Пацифик Блюта смогли преимущественно свести практически в 0.25 тысячи на 35 минуте. Это абсолютно несущественная сумма. Но сейчас вновь вырываются вперёд. Янки. Да, смогли вернуть свое положение. За счёт позиций. За счёт того, что всё-таки вроде в определённый момент одумались. Наверное, по одиночке умирать не стоит. И вот он, пайп для команды. На удивление приобретает его себе. Лакверк. Нужно посмотреть, что там у Некрофоса уже просто по закупу. И за что он ещё свой пайп не сделал, скажем так. Эгоистичный Некрофос. Работает сугубо на корт факта. И будет у него сейчас ещё и агоним. Совсем всё страшно. Но, мне кажется, в таких ситуациях против такого драфта со стороны противника не зазорно потратить лишние полторы тысячи и защитить всю свою команду от магического прокаста. Конечно. Можно потратить лишние полторы тысячи, купить себе БКБ, и команда пусть сама разбирается. Как-нибудь, как поступила Лина. Я смотрю, вы единоличник. Смотрю. Но всё-таки на Лину много контролев выдают, а Некрофоса стараются либо фокусить вот в пятером одного, либо оставлять как рейд босса. Опять же, чтобы потом фокусить его одного. Лина в соло на топе. Сносит Т3. Браво! Мы ждали этого 15 минут. Лина вспомнила, что есть вышка. Недонесённая. И воспользовалась отвлечением внимания по Ацепик Блю. В результате без своих проблем разоблалась эта вышка. Непонятно, почему она не делала этого раньше. Ну и сейчас есть возможность доломать Шрайн. Один они уже снесли. И пойдут дальше. Квакверк! Спайдермен просто врывается на Лишрака. Не на Лишрака пытается выдать дуэль. Яна успевает уйти в бедра. Но сейвит ещё и Сноубол. Только сейчас вы на дуэль. Вы на на поддаску. Лишрак пытается пока жить. Но коса 107 секунд. Скорее всего, это ГГВП для Перфект Блю. Потому что защищать базу им абсолютно нечем. Там был неплохой момент. Один у команды. А Ацепик Блю. Когда Рубик заяведил две тычки. Которые неслись от него и его союзника. С помощью смоков. И на этом позитивные моменты. В этой дыраке для Ацепик Блю закончились. Ну в принципе, как и на всей карте. Потому что мега крипов. Да, у них магический прокаст не могут защищаться. Но имеет ли это смысл? Возможно, стоит просто уйти на паузу. Отдохнуть. Подумать о драфте. О стратегии на следующий пайт. Потому что Бестов 3 напоминаем мы вам в рамках WC 2017. Карл просто в соло уже под БКБ разваливает всех и вся. Возьмёт телепорт и уходит обратно. Говорит, ну не пишите гига. Ладно, вам там пока что базу донесут. Что же сам она могут ещё разобрать на пейсинг? Не обращают на это внимание. Он занимает всем шестной стрележке. Вот он попытка возвращаться через чё, но забрали уже. И сейчас могут с разворота ещё и пейсином как-то подобрать. Через 3 секунды я с Пискар. И ребенка пока что жила, но нет. Пасыночка наносится. И всех медленно, наверное, разбивают. И касающиеся через 3 секунды. Это, скажем таки, уже припадки начинаются. Что у Пацифик Люк, потому что даже если они сделают сейчас минус 5, мега-крипы, это давление вы с базы не выйдете элементарно. Ну и минус 5 они не сделают, потому что Лина улетела на телепорте. А Лина возвращается просто уже. 9 зарядов в Латстоуне, вновь в соло-гейме, никого рядом нет. Сейчас уже все 5 игроков команды Пацифик Люк будут готовы. А Карл никого не боится абсолютно. Да, он даже особо трон не подходит. Есть блин, как телепорт. Как не боится телепорт? Он летает, кстати, на борт. Он на низ, да. Он максимально все линии пропушивает, чтобы мега-крипы начали бить самое важное. Конечно. Сразу трон. Флакверк неподалеку бегает. В случае удачного кукшота, возможно, кого-нибудь да и убьют. Ну вот не так часто отмечали то, что делает флакверк. У него постоянно хорошие кукшоты. Он не промахивает с ними абсолютно. И даже в микро-моментах, когда была драка еще за живые бараки в медлине, батарейки подключены. Вот вроде бы думаешь, что батарейки они на первых лвлах мешают, а здесь они не позволили к Минув Пейну бринковаться вовремя от противника. А, и вот они, те самые графики возврата, когда показали у нас Young Minds, что так просто они не сдаются. В результате мы видим, что мега-крипы и скоро падение трона. Возвращение в драку, возвращение в игру здесь настолько маловероятно, что, скорее всего, сейчас все и закончится. Ну, был у нас один шанс, но почему ж ты со стана-то, а не с лагуны? Жадный Карл, жадный Карл. Ну, лагуны по итогу в рубика, у которого защита от пассивки. Все, все, хорошо. В нормальной попытке еще что-то пойдет к Шраку. Вроде как неплохо, с уроном летает. Но с меги на кассу уже есть сетка по паку, которая ничего не может сделать, если они погибают от дуэли. И подходит, и Карл разбивает этого лечерака с руки. Ну и гудгейм все-таки был написан командой пассивки в блю. Это было более чем предсказуемо, если честно, еще, по-моему, на стадии исполнения первых 10-15 минут, то, о чем мы и говорили. Они не смогли свою ритмику в игре сделать, они просто постоянно следовали за оппонентом. То есть янги говорили, будем драться, значит, будем драться. А все это должны диктовать непосредственно Pacific Blue. Ну, здесь проблема в том, что начала совершенно никакого не было у Pacific Blue. Они, вот эти самые убийства, которые мы делали, мы помним, что они были от коров исключительно. И те два саппорта, которые должны быть полезны, они были никакими. Мы можем нарезку шардов удачных от Таска сделать, потому что это будет два кадра просто. Это не так много. Друзья, давайте посмотрим статистику по этой карте, прежде чем уходить на небольшой перерыв. В принципе, здесь все закономерно. Огромные финансовые средства, заработанные Young Minds, естественно, позволили им задавить противника. И именно так и происходило, потому что они ошибались очень часто. Их на этих ошибках ловили, но за счет вот буста...